Время Союза Время Союза Как мы говорим, это и является темой нашей сегодняшней программы Хотим мы того или нет, но все мы живем сегодня в информационном обществе Информационный взрыв ученые зарегистрировали в 70-е годы минувшего столетия Тогда же они установили, что мозг обычного среднестатистического человека Способен воспринимать и эффективно обрабатывать информацию со скоростью не более 25 бит в секунду В одном слове средней длины как раз и содержится 25 бит При такой скорости поглощения информации человек сможет прочесть за всю жизнь При ее средней продолжительности в 70 лет не более 3000 книг Однако только в области науки и техники ежегодно публикуется несколько миллионов изданий Еще в 20 веке некоторые ученые провозгласили новую парадигму нашего существования Кто владеет информацией, тот владеет миром Красиво сказано, но явно несбыточно и иллюзорно, если учесть данные об объемах информации, которые мы только что приводили А вот другие ученые опираются в своих утверждениях на первую основу А именно на первую фразу священного писания В начале было слово И эти ученые считают, что одним из магистральных путей развития информационного общества Его дальнейшей гармонизации и соблюдении в нем баланса интересов Остается общение межличностное, межгосударственное и между народами Мы сейчас выясним, кто же из этих ученых был прав, а выясним мы это с помощью наших приглашенных гостей, экспертов Николай Николаевич Баранский, политолог Вячеслав Владимирович Сащека, доцент кафедры театрального творчества Белорусского государственного университета культуры и искусств, преподаватель сценической речи Юрий Игоревич Аннушкин, бизнес-тренер, психолог Наталья Владимировна Панькова, директор кадрового агентства, раз и навсегда Павел Викторович Загмантович, семейный психолог Евгения Юрьевна Никонова, научный сотрудник кафедры психофизиологии, факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова Ну что ж, наш первый вопрос к профессору политологии Николаю Николаевичу Баранскому Почему для современного человека так значимо вербальное именно, то есть речевое общение? Ну я бы сказал вообще общение и конечно вербальное в первую очередь Почему? Ну потому что благодаря достижениям научно-технического прогресса Наш шарик, планета Земля, сократился Сократилось пространство и время благодаря достижениям научно-технического прогресса Стало тесно, тесно народам, государствам, транснациональным корпорациям Поэтому общение вообще и вербальное в частности так необходимо, как вы правильно сказали уже Для соблюдения балансов интересов и для гармонизации отношений на межгосударственном уровне Надо уметь понимать позицию другого Поэтому так важно общение и так важно уметь слушать и уметь слышать Так в чем же главная разница понятий уметь слушать и уметь слышать? Это же далеко не всегда одно и то же Уметь слушать это поведенческая реакция Это протокол, процедура, доброжелательность и стремление понять собеседника Уметь слышать это аккумуляция настроений в обществе, желаний, чаяний Это старание сблизить позиции И конечно решительность и решимость при принятии тех или иных решений Можно ли свести конфликт, но нет в самом процессе общения? Этот вопрос задает себе каждый человек, но находит ли он сразу полный ответ? Внимание на экран Итак, прием номер один Обязательно в самом начале конфликта вы должны себя мотивировать на его блокировку Любым способом Например, если мы не будем конфликтовать, то я успею сделать то-то и то-то Или смогу попросить сделать для меня то-то и то-то Или сумею всем и главное себе доказать, какой я мудрый и великодушный Второй прием Найти оправдание агрессивному поведению человека Пожалеть его Это не у вас что-то не так Это у него что-то не так Особенно это действенно в случае с хамством в транспорте или на улице от незнакомого человека Третий прием Надо помнить, что если эмоции возьмут над нами верх, то они напрочь отключают работу левого рационального полушария Этого допускать нельзя Поэтому как только вы чувствуете, что эмоции начинают кипеть, тут же переключаетесь на левое полушарие Сделать это можно вопросом самому себе А зачем мне это нужно? Что я получу в сухом остатке, если я буду реагировать негативно? Все, теперь в вашем поведении появилось рациональное мышление и оно не даст конфликту разрастись Следующий прием Точнее даже правило, которое стоит соблюдать, если конфликт уже начался Никогда не начинайте оправдываться Ни-ког-да Любая попытка оправдаться вызывает реакцию Угу, значит все-таки действительно виноват Пятый и самый действенный способ блокировать конфликт Сразу со всем согласится Да, вы правы У супруга это вызовет чувство вины У начальника мысли о том, что сотрудник идеален А хама выбьет из колеи Он такого не ожидает То, что мы сейчас увидели, это всего лишь один из фрагментов авторского курса Натальи Козелковой Которая новостепенно преподает уже более 15 лет У меня вопрос к тебе, Наташа На твой просвещенный взгляд, чем является устная речь в современном мире? В первую очередь оружием Потому что когда речь не пристрелена Когда ты ее используешь, что называется так это От бедра веером Ну тогда, соответственно, она и будет косить все вокруг Если она точно пристрелена Если она точно ориентирована Вот в этом случае она является, наверное, все-таки одним из самых мощных Имеющихся в современном мире видов оружия Потому что, говорят, словом можно ранить, словом можно убить Ну, с уверенностью предполагаю, что эту же точку зрения разделяет и мой белорусский коллега Доцент кафедры театрального творчества Белорусского государственного университета культуры и искусств Преподаватель сценической речи Вячеслав Владимирович Сащека Вячеслав Владимирович, мы с вами понимаем, что риторика зиждется на трех китах Да, этос, воздействие на собеседника личностными качествами, умение убеждать Логос, умение апеллировать с понятиями, выстраивать доказательную базу очень точно И пафос, энергетика подачи материала, красноречие, вот механизм личностной заинтересованности Какой из этих трех китов вам лично ближе? Этос, потому что очень важно, понимает ли человек ту ответственность Человек, владеющий словом, которое он берет на себя, когда он выступает Поэтому одно неверное слово может не только ранить, но и может вызвать даже войну А с точки зрения профессиональной для меня важно, как человек говорит с точки зрения эстетической То есть мы очень часто забываем о том, что еще очень важно, насколько внятно мы говорим Какой у нас при этом голос, как мы звучим, насколько мы умеем быть понятными собеседнику Кстати, в первую очередь это свидетельствует о том, насколько уважительно мы относимся к своим собеседникам Безусловно Кроме того, это очень ярко характеризует самого человека Ведь есть хорошее высказывание, кто ясно мыслит, тот внятно разговаривает И я много раз убеждался в этом, если человек внутренне достаточно внятен, его речь тоже нам понятна Вячеслав Владимирович, вопрос как к преподавателю Как обрести уверенность во время публичных выступлений? Есть ли какие-то простые правила? Мы все хотим простых правил, если бы они существовали, как можно было бы легко сказать Вот пользуйтесь этим советом и все у вас будет хорошо Наверное, нет таких универсальных правил Начинающим телеведущим, например, все рекомендуют представлять лицо какого-то близкого человека И как бы рассказывать этому человеку Ну, на мой взгляд, самое главное переключиться с оценки себя, как ты в этот момент выступаешь Если мы занимаемся собой, ну это как и в истории с сороконожкой Которая задумалась над тем, как же она ходит И тут же перестала ходить, ее парализовала То же самое с человеком, который выступает и начинает думать, как я говорю Надо переключиться на что-то Если можно, я сейчас нашим зрителям точно продемонстрирую разницу между как и что Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Да, красиво, а не работает Слушайте, а у нас не душно? Нам кондиционер не включить? Это прием был, на самом деле, это не вопрос Понимаете, да? По звучанию разница отличается, конечно, совершенно фантастически Или, как вы правильно говорите, на себя Или вам Вам удобно, вам все клое Существует три главных вопроса, которые надо помнить, когда мы выступаем Что я говорю, кому я говорю И главное еще, зачем Для чего я выступаю здесь Спасибо У меня общий вопрос ко всем специалистам по коммуникативным технологиям Я прям теряюсь среди вас Какую роль играет обаяние в конструировании эффективной коммуникации? Можно я первое отвечу? Курс продолжим Вам приходилось замечать, что есть люди, не обладающие красотой и грацией Но при этом пользующиеся необычайным успехом у окружающих А есть люди очень красивые, стильные Но при этом остающиеся не у дел и зачастую даже одинокими А все дело в загадочном слове «обаяние» Итак, что же нужно для того, чтобы запустить обаяние? Во-первых, перестать стараться Второе, понять, что смешно, это здорово Третье, не быть правильным Быть правильным, значит соблюдать правила, придуманные кем-то для каких-то целей У вас свои цели, значит свои правила И четвертое, в свои недостатки надо влюбиться и сделать их достоинствами Ни у кого нет таких ушей, как у меня Я при желании на них летать могу Или «кай, какой же у меня породистый клюв!» Это мое богатство Если же вы еще пошутите над собой или над актуальной ситуацией То помимо основной информации Оставите у слушателя в голове воспоминания о себе Как об успешном ораторе Обаяние очень важно, когда человек общается Мы должны понимать, что речь, умение выступать, это тоже дар, это тоже талант Нельзя развить в себе обаяние, если его нет от природы Бывают люди антипатичны, с отрицательным обаянием И если человек обаятелен, то собеседник готов ему простить очень многое, очень многие недостатки И, конечно же, собеседник не обратит внимания на его уши, на его нос Он просто об этом забудет Какую роль выберет себе успешный переговорщик Николай Николаевич? Успешный переговорщик, он должен обладать такими качествами Во-первых, он должен быть естественным Он должен быть, а не казаться Во-вторых, конечно, он должен быть обаятелен И обладать еще настойчивым терпением Мне бы хотелось уже затронуть тему семейных отношений И, наверное, стоит в первую очередь найти ответ на вопрос Чего хочет женщина от этих отношений И на что надеется мужчина Похоже, нам в этих поисках сможет помочь Павел Загмантович Безусловно, женщина как, скажу, в биологическом, скорее, смысле Как особь, вынашивающая потомство И выкармливающего впоследствии Который тратит очень много энергии на детей Надеется, что, во-первых, будут какие-то Плевания энергии со стороны мужчины Я говорю в самом простом смысле Энергия, которая мерится килокалориями, килоджоулями То есть женщина надеется, что мужчина будет участвовать Во всем вот этом деле Совершенно нормально, чтобы он был частью брачного союза Не зря же рисуют два кольца, которые переплетены Вот требуется, чтобы у мужчины было некоторое участие Мужчина со своей стороны, естественно, как правило Как правило, это опять же не про всех Надеется как раз на том, что у него будет надежный тыл То есть я приду домой, и там все будет хорошо И вот в этом кроется серьезное противоречие Очень интересный повод для переговоров Потому что надежный тыл не всегда возможен На мой взгляд, ключевое здесь понимать, что и мужчина, и женщина Находятся по одну сторону баррикады и находятся в брачном союзе И у них, по большому счету, единая общая цель Значит, нам с тобой меньше чего делить Нам будет проще договариваться Это вообще, в принципе, один из самых главных способов решения любых конфликтов В каком-то таком стратегическом смысле Хорошо, каким образом преодолевается эгоизм в семейных отношениях? Я сейчас скажу страшную вещь, а потом хорошую Хорошо Страшная вещь, я прошу понять меня правильно, звучит так Эгоизм преодолевается, как правило, разводами Мужчина, когда он теряет семью, ну, как правило, уже есть дети какие-то Вдруг он понимает, что, боже мой, у меня нет семьи Как же так получилось, все же было так хорошо и так идеально И вдруг оказалось, что у меня нет семьи, я ее потерял Причем иногда так прям буквально и озвучивают И потом мужчины резко начинают думать, где я был неправ, что я делал не так, как это все изменит И вдруг вот это как-то, ну, неудивительно, наверное, удивительным образом излечит эгоизм Это такой, ну, очень опасный рецепт, очень плохой Есть более простой, более надежный рецепт, он связан как раз с общением Я говорю всегда так, нужно в неделю хотя бы два часа общения без телефонов, телевизоров, компьютеров, планшетов При одном условии еще Не о быте, то есть никакие обои купить, никакие котлеты пожарить Не о детях, в какую школу отдать, во что одеть И не о работе, а друг о друге, о каких-то переживаниях, о политических событиях, например О каких-то прочтенных идеях, просмотренных фильмах Вот это очень серьезно укрепляет отношения и как раз-таки, ну, снижает проявление эгоизма в паре То есть два часа в неделю достаточно? В среднем Где-то так, это скорее ориентир Прежде чем перейти к следующему вопросу, предлагаю вспомнить один очень известный семейный киноконфликт Ну, живем мы раздельно Значит, и квартиры нам дадут раздельно Нам двухкомнатную, ну, а вам однокомнатную Если вы дадите согласие жить с нами, получим трехкомнатную Не, Андрюха Соглашусь на грех вас подтолкну Смерти моей ждать будете Не, все тут, не будем больше говорить Вот, вот еще герой сидит Разведется Куда ему деваться-то? Ко мне жить придет? Как? Как разведется? Еще, прямо сейчас? Ну, а квартира как же? Размениваться будете? Или оставишь этой? Дочки оставлю Да какой дочке? Дочки! Если ты темный Я тебя посвятлю На кой лет вам трехкомнатная квартира-то? Детей-то у вас нет И не будет уж никогда Не родившийся по поликлинику вы развезли Здесь как раз люди нарушают идею семьи Ведь семья это, ну, некоторая общность Они все делятся, кто же, на чьей стороне Кто за кого, кто против И отец как раз, он говорит, что, ну, как бы Вы тоже не совсем думаете про нас, про всех Это как раз попытка как-то немножечко вернуть их в единое русло Хотя, на мой взгляд, можно было это удачно сделать Но в питательном среду У меня к вам еще один вопрос А в чем секрет обоюдного счастливого брака В условиях обоюдного взросления? Прежде всего надо понимать, что любые отношения Это всегда задача создать безопасную и питательную среду То есть среду, в которой на тебя не нападут, не наедут, не оскорбят, не обидят По крайней мере умышленно А питательная это среда, в которой тебя поддержат В которой обратят внимание твои сильные стороны, как-то оценят И если вот все это происходит Если, ну, давайте простой бытовой пример Это совершенно реальная история, я расскажу ее скорее от лица мужчины Женщина просит мужчину сходить в магазин купить что-нибудь поесть Он сходил и купил пирожных, печенье, мороженое какое-то, торт купил, конфеты В общем, определение что-нибудь поесть, это попадает Потому что это можно есть, и оно даже как-то насыщает Хотя, конечно, не очень хорошо Как его встречает жена, когда видит все вот это? Ну, вот зал уже знает, как его надо встречать Ну, если, извините, семья месяц не ела мясо, а это вот принесли То, я думаю, жена не одобрит В общем, она на него наехала Вот вопрос Для него эта ситуация была безопасной? Нет И когда он утыкается вот в такое отношение к себе Он не чувствует себя в безопасности Он не чувствует себя в питательной среде Естественно, он в ответ тоже что-то отвечает, как правило Особенно, если не очень высокая культура В результате чего оба расплевались, разобиделись Стандал, конфликт Ну, к маме никто не ушел, но, как говорили в одном фильме Ходят с мордами А не проще ли было купить нормальной еды в этой ситуации? Ааа И тогда бы... Вопрос бы взялся в заранее Согласен Согласен Всегда ли удается вот так договориться? Есть такая теория коммуникации Идея очень простая Внутри меня раздается какая-то мысль Какое-то переживание Я хочу это переживание выразить, например, Евгений Как оно у меня родилось и как я хочу его выразить Оно уже немножко отличается Дальше я выражаю какими-то словами Но точно не теми словами, которыми я хотел выразить Ну, знаете как? Хотел сказать, что ты умница, красавица А сказал, что ты мне всю жизнь испортила Да-да-да Потом с той стороны слышится определенный текст Но текст никогда не равен своему сообщению Если Евгений ко мне настроен благожелательно То это будет как бы один фильтр Я могу отшутиться Если скорее не благожелательно То будет другой фильтр Я могу отругать, да И в конце концов там родится в итоге какое-то свое переживание В ответ пойдет... Понимаете? Да Мы всегда, когда общаемся Даже сейчас, при том, что мы пытаемся друг друга понять И говорим максимально, ну как-то успокоенно, взвешенно, равномерно Мы все равно понимаем друг друга очень неправильно И, конечно, зная это, нужно много списков давать Много раз договаривать Сложелательные письма Ну, кто это делает? Совершенно потрясающий Потрясающий результат можно получить Если, рассказав о чем-либо человеку Спросить, ты понял? Понял Что ты понял? Ох, какую информацию замечательную получаешь в ответ Совершенно верно Как в армии Лишь день и повторяю Совершенно... Да, я полностью согласен Назвать время, в котором мы живем, простым никак нельзя И эффективное межличностное общение Помогает избежать многих ошибок, острых конфликтов И даже предупредить преступления, совершенные в состоянии аффекта По мнению пресс-офицера Ленинского районного управления внутренних дел города Минска Дмитрия Игоревича Судиловского Нежелание людей услышать друг друга Их неумение прислушаться друг к другу Часто становится первопричинами преступлений Которых можно было бы избежать Какие ситуации тут наиболее типичны? Объединить все факты, все случаи, по моему мнению В какой-то один образ невозможно Потому что, как правильно говорят, что счастливы все одинаковые А вот несчастливы по-разному Почему невозможно? Извините, есть такое жаргонное понятие Бытовуха Как только семья становится неблагополучной В разрезе социальном Об этом сообщают участковому, милицию, соседей, друзья Начинается все, к сожалению, в 99% случаев Это всегда злоупотребление алкоголем Всегда К сожалению, вот как говорили коллеги мои Которые присутствуют в этом зале О хорошем, да? О морали, нравственности, о конфликтологии То есть такая, скажем, сфера, которая является еще до того Вернее, она происходит до того, как приедет милиция И органы внутренних дел К сожалению, да К сожалению, в частности, нам приходится уже Констатировать конечную фазу данного конфликта Любого конфликта Да, да, да В 90% случаев, если брать семейно-бытовые отношения Совершает правонарушение мужчина Если брать такую грубую статистику 10% это, к сожалению, женщина И вот, пребывая на место происшествия На место совершения правонарушения Просто, наверное, удивляешь Все такие терпения наши женщины безграничны Начинать любое общение необходимо с самомотивацией А что такое мотивация с точки зрения нейрофизиологии? Как вообще работает мозг в условиях интенсивной коммуникативности? На эти важнейшие вопросы отвечает Евгения Никонова Я бы хотела начать с того, что для нашего мозга Социальное общение – это, естественно, очень важный фактор Но не ведущий Мы не можем жить без общения Но первично нам надо утолить наши базовые потребности Потребности в еде Потребности в обстановке безопасной После этого мы уже можем приходить на социальную коммуникацию За наши базовые такие потребности Отвечает такой отдел мозга, как гипоталамус Это точка совсем маленькая, которая говорит Хочется нам кушать, хочется нам спать А может, нам хочется чего-нибудь еще? Если мы говорим про наше общение, то это в первую очередь эмоции Мы обмениваемся не только информацией, мы обмениваемся еще и чувствами, сопереживаниями За нашу эмоциональную окраску отвечает наша лимбическая система Которая определяет, хорошо нам или плохо Хотим мы или не хотим А есть, так как нам повезло, мы относимся к высшим приматам У нас еще такой очень важный фактор, как корковая структура А именно наша фронтальная область мозга Которая решает, с кем мы хотим общаться Если я хочу общаться, как мне правильно выбрать Как мне себя сдержать За выбор, за свободу выбора, я так понимаю Ну, скажем так, да, за свободу выбора За свободу реализации и за метод достижения цели Вы знаете, я как-то потерялся, честно говоря Вот вас послушав То есть, получается, что все происходит просто потому, что Какой-то электрический разряд из этой части головы поступил сюда Тут услышали, тут не услышали И вот, собственно, вот так это все Но если мы говорим про информацию Да, у нас есть электрические разряды Но просто ко всему у нас еще есть гормональный статус Который тоже будет очень сильно влиять на то, какой у нас фон Ну, то есть, электричество Вот все, что мы тут говорили, да То есть, семейные ситуации Это все гормоны и электричество? Ну, фактически, да Для нас это, если мы говорим про мозг То это электричество и это гормоны Нейропептиды Как они влияют на эмоциональное состояние наше? Это наш химический фон Это тот фактор, который будет решать Насколько вам сейчас хорошо Насколько вам сейчас плохо Как вы сейчас себя чувствуете Гипоталанус выдал сигнал Хочу есть Ну, примерно, да? Да А какая область мозга выдает сигнал Хочу подарить жене цветы? Это ваша... Это ваша миндалина будет решать Не изучена Хочу сделать ли я приятный своей жене Она будет решать за то, как вам будет от этого приятно А на них можно воздействовать на эти вот как-то? Ну, можно воздействовать, конечно А хочу ли я подарить жене цветы? Да, и так вот начинаешь Я думаю, что более эффективно будет образ жены С недовольным выражением Это будет более эффективно И негативные вспоминания об этом будут очень долго вас не радовать Чтобы, если я не подарю цветы же Вот это как раз Это важна интенсивность Важна продолжительность Если мы говорим про информационное пространство Да, сейчас у нас есть большие перегрузки, которые мы получаем Так как нам надо постоянно-постоянно заниматься познаванием окружающего мира От этого будут, ну, некоторые перестройки наших познавательных функций Если мы говорим про общение Ну да, мы не гуляем, как было в прошлом примере, два часа Мы сидим в каком-нибудь контакте Два часа в неделю Или в фейсбуке и пишем сообщение Как это будет влиять? Мы не сможем считывать, какие эмоции будет нам передавать человек Нам не надо показывать радость Если мы пишем смайлик Мы же не знаем, улыбается нам собеседник Или в это время он находится в блоке депрессии Показывает нам, возможно, такую вот реакцию нейтральную Скажем так, с точки зрения эмоций, эмоционального фактора У нас есть некоторая такая редукция Сложно выражать и сложно принимать Сложно понимать, что сказал собеседник Если мы постоянно общаемся в мире букв Мы не видим живого То есть вербальное общение с ним Это не вербальная компонента Ребята, я с другими не могу чаще встречаться Да, да Скажите, а правда ли, что негативные эмоции сильнее позитивных? Ну а как вы думаете? Нам же для жизни более важно избегать опасностей Если мы избегаем опасности, значит, наша жизнь становится сохранной То есть если туда не ходи, нам-то лучше запомнить, чем когда туда ходи, там будет хорошо То есть с точки зрения выживания более рационально лучше запоминать негативные эмоции Так как мы от этого меньше страдаем Я только что говорила о том, насколько негативное общение, конфликтное общение деструктивно А вот сделайте коррекцию в курсе в своем Оно деструктивно, но вы же уйдете из этого общения Вы скажете, если этот человек несет столько негативных эмоций для меня Я не буду с ним общаться И буду искать того человека, с которым вам комфортно Вот мы с вами, в принципе, вышли на финишную прямую Да, что они деструктивны по сути своей, но приводят они к конструктивному результату, конечно Если, допустим, какая-то негативная эмоция, страх тот же, может быть, обида Как вот обычному человеку, вот он ходит в день обиженный Ну, второй день ему уже тяжело с этим Что он должен сделать с собой? Как избавиться от этого? Тут, скорее всего, надо прийти и решать проблему именно коммуникативную Надо пойти на контакт с обидчиком, как-то попытаться разложить То есть, встречаться и общаться? Общаться, либо общаться уже при помощи психотерапии, где мы тоже можем разложить Если я обиделась Ведь, обратите внимание, лингвистическая форма глагола имеет возвратную форму Обиделась Обидела себя То есть, меня человек не хотел обижать, а я буду ходить, как ваш коллега сказал, морду делать, да? Если я обиделась, не пойми на что, потому что человек меня не хотел обижать Я несколько суток буду в себе это накапливать Ведь негативные эмоции, я так понимаю, не имеют милую привычку накапливаться А потом у вас вылезет какое-то соматическое заболевание и начнутся проблемы Если вы не выплесните и не проработаете эту эмоцию То есть, вы считаете, что в любом случае коммуникация, обсуждение этой проблемы с виновником Либо с собой, либо с виновником, либо с третьим лицом, которому вы доверяете Проговорить эту обиду Заговорить, правильно, Борис? Пока она не перешла в какую-то более серьезную форму Пока язву желудка не получил Надо срочно общаться Вот в ходе нашей общей беседы Павел Загмантович определил, что Для мужчины главное это дело Чтобы его тыл встречал Ему главное делом заниматься И питательная среда Да, 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 и питательная среда Применительно к условиям рыночной экономики Таким делом является бизнес В достаточно широком смысле этого определения Многие люди полагают, что стать предпринимателем весьма легко Был бы начальный капитал и своя ниша А может быть и крыша, да? Они считают, что бизнесмен это уже титул Не является ли это первым общим заблуждением? Юрий Анушкин, психолог, бизнес-тренер Полагает, что люди бизнеса не должны учиться Но они могут учиться, если хотят быть эффективными и успешными В стремительно меняющемся мире Каким образом вы, Юрий, стали бизнес-тренером И в чем суть вашей профессии? Я стал бизнес-тренером в тот момент, когда Свои навыки обучальщика Свои навыки человека, который способен учить других людей Переместил в сферу бизнеса Произошло это уже почти 15 лет назад Если же по сути вашего вопроса о том Действительно ли нужно учиться бизнесменам И должно ли учиться Я бы сказал так Очень многие бизнесмены приобретают свой первый опыт Достаточно эмпирическим путем Они сталкиваются с реальными проблемами Решают их Они получают свой опыт, по сути, как уличные бойцы И тогда, когда они доходят до определенного уровня Возникает необходимость уже в более структурированном В более, может быть, даже формализованном обучении На мой взгляд, есть большая ошибка Когда люди искренне считают Что я сейчас пойду и научусь быть бизнесменом Меня научат Но кто может научить бизнесу? Только другой бизнесмен Можно не учиться Можно Но тогда будете обрекать себя на то, что вы останетесь На уровне улицы, на уровне уличного бойца Вам никогда не удастся подняться на такую серьезную высоту в бизнесе Коммуникативные способности руководителя, бизнесмена Как они влияют? Насколько они важны для успешного развития? В том числе Вы знаете, мой опыт соприкосновения со многими бизнесменами Реальными действующими Показывает, что, как правило, наиболее преуспевающие из них Обладают уникальными коммуникативными навыками Но только я хочу сразу уточнить Я имею в виду коммуникация Далеко не всегда в бизнесе все так сладко и красиво И ласково, и нежно Зачастую для бизнесмена Если он хочет преуспеть Он пришел, красиво поговорил И заработал много денег, да? Зачастую для бизнесмена не менее важна стеничность, уверенность И в том числе некоторая степень агрессии В отстаивании своих интересов В отстаивании своих целей Для достижения своих целей Поэтому, на мой взгляд Если мы говорим о коммуникации То для бизнесмена важно понимать людей Чувствовать людей Важно понимать и чувствовать себя И достаточно важно Прагматично Осознанно Иногда отставляя в сторону эмоции Двигаться в направлении тех целей Которые он перед собой поставил Настоящие бизнесмены Они блестящие коммуникаторы Которые знают, к кому обратиться С какой стороны зайти И как получить свой прагматичный результат В отличие от людей Которые не обладают этой прагматикой Которые зачастую действуют Ну там, как их где-то научили Но всегда ли те, кто учили Знали Как действительно достигается результат С какими проблемами Чаще всего приходится Сталкиваться профессиональному Обучальщику Получая в руки Вот таких вот уже людей Которых переделывать Перестраивать уже нужно На мой взгляд Основной вопрос обучения в бизнесе Это преодоление стереотипов В том числе тех стереотипов Которым учат В бизнес-школах На факультетах менеджмента На факультетах бизнес-образования То есть очень часто Людям вбивают в голову Стереотипы, шаблоны Которые не имеют Никакого отношения к реальности И бороться приходится Именно с этим С преодолением стереотипов С тем, чтобы люди были В той реальности В которой они находятся И были способны действовать В реальности А не в своих фантазиях О том, какой должна быть Эта реальность Наиболее успешные бизнесмены Это предельно укорененные В реальности люди Они живут и дышат Вот той реальностью Которая есть Никаких фантазий С одной стороны Какие-то готовые концепции Они могут быть продуктивными Ну, Грешин Я же сам бизнес-тренер И я вольно или невольно Какие-то концепции предлагаю людям Но на мой взгляд В основе всего Это личный опыт И опробование Любой концепции Любой теории На собственной жизни На собственной практике Работает прекрасно Берем на вооружение Не работает Отбрасываем в сторону Мгновенно Ошибка в том Что люди зачастую Берут концепции И используют их Даже если они не дают результата Просто потому Что так научили Юрий, во время подготовки передачи В одном из ваших интервью Я прочел, что Ваш подход к обучению Сформулирован Сходя из древней максимумы Мастер не учит Мастер создает ситуацию Вы можете сейчас Создать ситуацию Чтобы мы наглядно поняли Чему она может научить Да Юрий, расскажите Что сейчас произойдет И каким образом Мы это сделаем Вы будете командой синих Вот у вас будет синий маркер Вы будете командой красных У вас красный маркер Инструкция будет такова Сейчас По моей команде От каждой команды Будет подходить по очереди Один человек И будет делать ход Задача следующая Вы сейчас Делаете ход И ставите в одной из клеточек Ну допустим Давайте договоримся Вы будете крестики ставить А вы будете своим синим Ставить норики Ваша задача Собрать Либо горизонтальную Либо вертикальную черту Сразу говорю За каждую черту Собранную Я плачу 50 тысяч рублей Итак, поехали Первый ход Ваш ход Войдите Тихо, тихо, тихо Войдите Следующий ход Субтитры подогнал «Симон» Вот теперь все На текущий момент Та конфигурация ходов Которая есть Не позволяет собрать Ни одной Ни вертикальной Ни горизонтальной черты А что сейчас На ваш взгляд Не позволило вам Заработать Семь раз По 50 тысяч Что-то произошло Мне кажется Мы должны были совместно Обговорить Обсудить стратегию Как мы будем ходить Может быть Как мы будем Нашего противника Вводить в заблуждение Чтобы он не сразу понял Какова наша стратегия То есть Мы каждый действовали По одному У нас не было команды Аплодисменты добровольцам Пожалуйста Спасибо большое за игру Спасибо Я хочу вам сказать Что результат Предсказуем на 100% Я провожу эту игру Уже десятки Может быть И никто ни разу Ни разу Ни разу В такой ситуации Никто не выиграл Ни-че-го Можно ли было Теоретически Заработать Участникам 350 тысяч Теоретически Теоретически Конечно Опять же Если бы они договорились Заранее Коммуникация Если мы не в состоянии Договариваться Если мы в силу цитнота В силу каких-то ограничений Стереотипов Не имеем возможности Коммуницировать Внятно друг с другом Мы теряем Вполне реально Именно потому Что мы не договорились Потому что мы Увидели друг в друге Скорее врагов В данной ситуации И стали конфронтировать Друг с другом Но есть еще одно обстоятельство То о котором я уже говорил Стереотипы Обе стороны оказались В плену старого Доброго стереотипа Игры в крестики-нолики Борьбы Соперничества Конкуренции И в тот момент Когда включились стереотипы И отключился мозг В этот момент Мы получили предсказуемый результат Никто Пошел процесс Ничего Не выиграл Опыт полученный На собственной шкуре На порядок круче Чем если бы я просто сказал Ребят Надо договариваться Мы все это знают Это банально Это очевидно А вот когда Пропущено на собственной шкуре В следующий раз Они серьезно задумаются Вы знаете Нужно быстро действовать У меня есть Просто предложение Как еще более мотивировать Если никто Не выигрывает То вам платят По 50 тысяч То есть Это будет их больше Сближать Мне кажется Вы знаете Мысль интересная Я как-нибудь проэкспериментирую Попробуйте Понимаете в чем дело В процентах В 70 случаев Они заплатят деньги В крайне редких ситуациях Вот кстати В этой команде Была девушка Которая проявляла Инициативу И пыталась договориться Давайте договоримся На самом деле Ведь очень характерно Что ее голос Был глазом вопиющего В пустыне Сейчас они Подменили Стремление Получить прибыль Все-таки Вот этими крестиками Ноликами Стремлением победить Стремлением победить Да Насколько верно Ваши утверждения Что не важно Какое действие Совершено А важно намерение С которым Оно совершается Мне кажется Этот эксперимент Только подтверждает Этот тезис Если человек Входит в эту ситуацию С намерением Действительно Выиграть Заработать Достичь позитивного Результата Вероятность того Что эта идея Будет витать в воздухе Что кто-то услышит И девушка будет не одна Конечно А когда намерение Победить Такое Из детской Из песочницы Сейчас мы победим Друг друга Что бы ни делали В этом намерении Победить Конфликт К сожалению Неизбежен То есть произошла Подмена намерений Подмена тезиса Основного Коммуникативного Скажем так Люди Включились В то намерение Которое Стереотипно А для того Чтобы преодолеть Стереотипы И оказаться в реальности Ведь зачастую Нужно отбросить Стереотипы В том числе Общественно признанные Одобренные Те которые говорят Вот так надо делать Вообще Забавная штука Чтобы находясь В реальности И оказаться в реальности Надо отбросить Стереотипы Совершенно Мы вроде как и так В реальности Но что было Вообще Время Хочется Николай Николаевич Как Вы прокомментируете Этот эксперимент Ну конечно Очень важно Правильно Сформулировать Для себя Задачу А не быть В плену Привычных Представлений Но с другой стороны Тут есть Некоторая опасность А потому что Благими намерениями Дорога в ад Выбачена И об этом тоже Надо помнить Не спорю Не спорю Они очень хотели победить У нас в нашем случае Крестиками и ноликами Ну да Это самый Незагидный вариант Людям вообще Свойственно Вести поиск Самого себя На протяжении жизни Часто Это вызвано Внешними обстоятельствами Или внутренними Противоречиями В самом себе Вот стереотипами Опять же Обыденные Житейские желания Тоже играют Свою роль В этом поиске Одним Хочется Зарабатывать Побольше Другим Кажется Что на этой работе У них нет простора Для роста По разным причинам Люди приходят В кадровые агентства Наталья Владимировна Панькова Занимается Профессиональным Рекрутингом Более 10 лет Главное содержание Этой работы На мой взгляд Собеседование То есть Интенсивная Тотальная коммуникация Первый вопрос К вам Наталья Владимировна Чем отличается Кадровая От рекрутинговых Агентств Правильно ли я назвала Ваше агентство Скорее Кадровое агентство Называют И Агентство Которое Занимается Трудоустройством Кандидатов И агентство Которое Подбирает персонал Для юридических лиц Ну и иногда Разделяют Агентство По трудоустройству Рекрутинговое агентство А и то и другое Можно назвать Кадровым агентством Каким вы видите Идеальное собеседование Думаю что Идеально Можно назвать То собеседование В процессе которого Человека взяли на работу Нужна цель собеседования Должна быть Вернее реализована Цель собеседования Если Это просто Собеседовали И ничего не произошло Результат То скорее всего Какие бы техники Не соблюдали Как бы Красиво Правильно Не проводилось Собеседование Со стороны рекрутера Или как бы Красиво И правильно Не отвечал Кандидат на вопросы Ну Не достигнута цель Наталья А как вы определяете Ну Часто ведь проводите Вот эти вот Собеседования Когда человек Говорит то что думает А когда он просто Отвечает какими-то Красивыми фразами Как его научили Или где-то он прочитал В книге Как надо вести себя На собеседовании Вы знаете Если Очень сильно Отличается Его То что он думает От того что он говорит Это будет понятно Это будет видно И Научить Ответом На все вопросы Невозможно Опять же Можно перефразировать Вопросы Повторить их И Посмотреть Как он отвечает На неожиданные Формирувки Да Другой как бы вопрос Но вы знаете Я сталкиваюсь Больше С другой ситуацией И Хотела бы посоветовать Кандидатам Наоборот Меньше говорить То что вы думаете Потому что Как раз на собеседовании Чаще я сталкиваюсь С тем Что Рассказывают Всю предысторию Не только там Своей трудовой деятельности Но там И личной жизни Всех каких-то Историй Которые есть Для того чтобы Как можно больше Рассказать о том Что я думаю Вы просто располагаете Людей Они приходят Вам и от рождения Поехали Или Лепугу вектор Внимания Завернулся на себя И человек Считает Что он произведет Лучшее впечатление Если как можно Больше информации О себе Вывалит И такое происходит Что действительно Первые там 15 минут Возможно он отвечает Более заготовленными Какими-то фразами Дальше Уже общаясь То есть установив Какой-то контакт Естественно Он раскрепощается И начинает Говорить то Что больше он думает Есть такое понятие Стрессовое интервью Зачем оно нужно И как его выдержать Я думаю Что любое собеседование Это стресс И стресс для кандидата И я не знаю Для рекрутера В том числе Хотя само понятие Стрессовое интервью Есть И оно включает В себя Вопросы Которые Для большинства людей Кандидатов Они сложные Это может касаться Личной жизни Это может касаться Каких-то Слабых сторон Собственных слабых сторон Это может касаться Например Причин увольнения Более такого Тщательного разбора Почему уволился человек Хотя могут быть И такие Способы Как Задержать собеседование То есть Не прийти вовремя Когда работодатель Задерживается На самом деле Наши работодатели Часто используют Эти приемы Стрессового интервью Непреднамеренно Например Есть еще один Такой элемент Как перебивание То есть Во время разговора Перебивают Для кандидата Извините А вы проводите Собеседование В присутствии С работодателем Вместе Или вы отдельно Работаете А потом Уже Преподносите Персонал на блюдечке Скажем так Бывают и такие И такие ситуации Когда предварительно Проводится собеседование Или оно Организуется Для работодателя То есть Работодатель Проводит собеседование С кандидатом Бывают элементы Когда проводится Групповое собеседование То есть От работодателя Участвует Несколько человек Я например Присутствую И кандидат. Возможно, он будет один. Тогда это усиленный стресс для кандидата. Хотя иногда бывает несколько кандидатов. Соответственно, группа с одной стороны, группа с другой стороны. То есть такой как бы коммуникация, тотальная коммуникация, это можно назвать так. Меня уволили по статье вообще с работы, с предыдущей. Но мне удалось выправить документы. Ну, вы не увидите там нигде в документах, что это было. Ну, мне, естественно, не хочу об этом рассказывать. А вы понимаете, что это не то. Выведите меня на чистую воду. В таком случае я попрошу... Подскажите, пожалуйста, как звали вашего руководителя? Григорий Иванович. Я могу с ним побеседовать? Конечно. У вас сохранился телефончик? Конечно. А с кем вы работали в отделе? Как звали сотрудников, с которыми вы работали? Валентина Петровна, Мария Ивановна и Вовочка. Ну, вот это один из приемов, когда я выясню, с кем работал кандидат, и поговорю с этими людьми. Соответственно, соберу такое... А, ну, то есть вы будете просто проверять обо мне там за спиной? Вы знаете, да. А вы вот можете... В процессе разговора... Взглянуть на меня один раз и сказать, ай, дружище, я ж вижу, ты ж по статье уволен. Или... Я напрямую вас спрошу. Скажу, что у меня действительно возникают некоторые сомнения по поводу чистоты вашего увольнения. А я скажу, пожалуйста, есть же коллеги, вы можете у них спросить. Вы будете спрашивать по статье? Мне хотелось бы... Я же правильно понимаю, что вы хотите работать в нашей компании? Поэтому я ожидаю, что вы будете честны перед нами. Ибо когда вы придете на работу, и если эта ситуация, она всплывет, то это будет увольнение для вас. Вам же не нужна запись трудовой книжки, что вы работали у нас в течение одного дня? А я так искренне надеялся начать новую жизнь. Прийти, обо мне никто ничего не знает. Я бы снова сделал новую карьеру, а потом через годы бы узналось, что я в чуть-чуть вначале обманул. Тогда вы мне честно говорите об этой ситуации. И тогда я могу честно разговаривать с работодателем, что у нас есть хороший кандидат, качественный, который обладает нужными нам компетенциями, но при этом есть некоторая ситуация в его жизни, которая, к сожалению, выразилась в какой-то записи в трудовой книжке. И можем ли мы обсуждать этот вопрос? Можем, значит, мы обсудим и примем вас на работу. Понял одно, Наталья, не обмануть вас. Не так, правильно, как по-другому. Спасибо. И по поводу сложных вопросов. Дело в том, что для каждого, я думаю, сложные вопросы свои. То есть есть некие ситуации в трудовом опыте, которые неоднозначны. Или есть слабые некоторые стороны. Поэтому подумайте, задайте себе вопросы, какие слабые стороны, каковы причины моего увольнения, какова моя мотивация, зачем мне нужна другая работа. И скорее вы держите в голове свою цель, свою идеальную работу, нежели просто пытаясь ответить на некоторые вопросы правильно, то, как вас подготовили. И для того, чтобы вы могли избежать конфронтации в дальнейшем, обходить конфликты, решать проблемы, я хочу предложить вам просто вспомнить первое свидание с любимым человеком. А если его еще не было, если оно у вас еще впереди, дать свой совет вам. Чтобы избежать основных ошибок, я предлагаю запомнить некоторые правила первого свидания. Думаю, все со мной согласятся, что основа свидания – это диалог. На любом свидании мы говорим и слушаем. Слушаем я поставлю на первое место. Это самое важное на свидании. И слушать нужно начинать раньше, чем говорить самому. То есть сначала выслушать, скажем так, презентацию человека, и выслушать ее очень внимательно. А только потом приступить к собственной. Второе правило, которое надо помнить при любом знакомстве. Держим только позитив. Позитив – это созидательная энергия. Негатив – энергия разрушения. Какую бы ситуацию вам не предложили рассмотреть, смотрите на нее с положительной точки зрения. Человек всегда уловит позитивный настрой. Третье правило отчасти похоже на второе. Не загружайте человека своими проблемами. Помните, что некоторые из ваших проблем могут совсем не казаться проблемами для другого. Покажите, что вы умеете жить легко и наслаждаться жизнью. Естественно, любой человек понимает, что у каждого есть проблемы. Но если изначально расположить собеседника своей энергетикой и умением держаться и воспринимать все с легкостью, то в дальнейшем он будет готов делить с вами даже ваши проблемы. Не забывайте, что первое свидание – это еще и отличный тренинг. Вы не только дарите человеку положительную энергию, но и подпитываетесь ей сами. И последнее правило – не скупитесь на комплименты и похвалу. Даже если ваш собеседник – брутальный мужчина, ему будет приятно, если вы оцените его рассказ не молча, а выразите свою оценку в комплименте. И напоследок хочу дать небольшой совет перед первым свиданием. Запомните, у нас один рот и два уха. И для того, чтобы быть эффективным, нужно говорить и слушать в этой же пропорции. Прекрасные советы от Натальи Козелковой. Ну, а теперь действительно наступила пора уже расставания, а не свидания. Хочется пожелать вам как можно больше положительных эмоций. Не думайте стереотипами. До свидания, до удачного, нежного и веселого свидания. Всего доброго, до встречи. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова